Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Тоже хочется поздравить вас с Рождеством нашего Спасителя, Иисуса Христа. Бог очень удивительным образом дал нам свое слово, братья и сестры. Сам состав книг Библии, данный нам, говорит о величественной природе самого Бога. Бог создал все из изобилия своей природы. Все его творение говорит о нем, и его слово является шедевром его творения. Он мог дать нам свое слово в виде просто повеления. Мы бы читали Божье слово, Библию, как государственный или законодательный документ. Но вместо того мы имеем его совершенное, авторитетное слово в виде 66 разных книг. Книг от разных авторов, написанных в разные столетия. Тысячу лет разделяет писание некоторых книг Библии. Это просто удивительно. Также мы имеем его слово в разных литературных жанрах. Историческое повествование, пророчества, притчи, поэзия, жанр мудрости, Евангелия, письма. Бог просто удивительно сотворил свое слово, отражая его многогранную творческую природу. Очень интересно рассуждать о разнообразии писаний. Но еще удивительней и более интересней рассуждать о единстве писания. Дело в том, что писание во всех своих различиях, во всей своей многогранности говорит об одной истории. Что говорит о двойном авторстве писания. О человеческом авторстве и о Божьем авторстве. В писании одна сюжетная линия. В писании один сюжет. Бог, как самый главный автор писания, позаботился, чтобы слово имело одну главную историю. И сюжет писания вкратце можно назвать «Искупительная история человечества». От одной обложки до другой все писание повествует о спасении человека в Иисусе Христе. Порой косвенно, порой буквально все писание говорит о единственном спасении для человека. Это далеко не значит, что каждый стих говорит о Иисусе Христе. Но в общем сюжет писания, всего писания, это история искупления человека в Иисусе Христе. Сегодня утром мы будем размышлять о втором псалме Ветхого Завета. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте. Второй псалом о спасении человека в Иисусе Христе. Второй псалом – это очень красивое повествование Евангелия Иисуса Христа в форме поэзии. Второй псалом, давайте мы прочитаем. Псалом второй, псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и Его помазанника. Расторгнем узы их, и свергнем себя оковы их, живущие на небесах, посмеется. Господь поругается им, тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение. «Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь царей. Научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы мы, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Это Слово Божие, братья и сестры. Первые два псалма очень похожи друг на друга по своему смыслу. Первый псалом начинается о блаженном человеке. Мы хорошо знаем этот псалом. И заканчивается погибелью нечестивых. Второй псалом, наоборот, начинается с восстания народов против Бога и Его Царя. И заканчивается блаженством тех, кто надеется на Него и найдет покой, найдет укрытие в Нем, в Божьем Царе. Вот что, я думаю, является главной идеей второго псалма. Это главная идея моей проповеди. «Бог гневается на грех человека, поэтому подчинись Христу и найди в Нем убежище». «Бог гневается на грех человека, поэтому подчинись Христу и найди в Нем убежище». Второй псалом очень красиво и просто делится на четыре куплета, ведь это песнь. Двенадцать стихом, четыре куплета, каждый куплет по три стиха. Мы посмотрим на четыре куплета отдельно и в конце увидим, что псалом на самом деле красивое описание Евангелия Иисуса Христа. Второй псалом – это маленькая версия всего Писания, всей искупительной истории человека. Итак, четыре куплета, четыре мысли. Первая мысль – грешный человек. Псалом начинается с описания грешного человека. Первые три стиха. В первых трех стихах, в первом куплете Псалма, мы видим некий озлобленный совет народов. Это особое собрание народов и их царей. Это особое собрание объединенных наций. Псаломопевец, видя замысел народов, видя то, что происходит, задается вопросом «Зачем?» «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное?» С самого начала псаломопевец видит, что метеж и замысел народов бесполезен. В глазах псаломопевца это тщетное старание, план не сработает. Но народы и их цари все-таки объединены в их стараниях. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мной, братья и сестры, в вашей Библии, против кого возмущаются народы и в чем сущность их протеста. Против кого бунтуют народы? «Народы восстали против Господа Бога». Их протест против самого Бога, и написано «и его помазанника». Слово «помазанник» в Ветхом Завете, хотя и может говорить о священниках и пророках, в данном месте Писания говорит о царе. Ведь царя помазывали на служение, мы помним историю Давида, когда пророк Самуил помазал Давида, как избранного царя над израильским народом. Речь идет именно о царе. Контекст псалма говорит об этом. «Народы собрались со своими царями против Бога и его царя». Но о каком царе идет речь, братья и сестры? О ком идет речь в данном месте Писания? Господь и его царь. Кто сей царь? Против кого идет восстание? Говорит ли Давид о себе? Говорит ли Давид о своем сыне? Говорит ли Давид о будущих царях? Некоторые исторические источники подтверждают, что второй псалом был псалмом коронации. Когда царь становился царем, возглавлялся над царством, пели и цитировали второй псалом. В этом мы видим их буквальное понимание второго псалма. Дело в том, что царство Израиля в Ветхом Завете представлено не как одно из человеческих царств, земли. Царство Израиля – это царство самого Бога на земле. Царство над всеми другими царствами. Именно так понимали израильский народ свое царство. Они понимали, что они Божий народ и царь поставленный – это поставленный царь Богом. И так, исходя из этого, они видели себя как царство Бога. И все народы, которые окружали их, которые не покорялись Богу, как враги Бога, как безбожники. То есть, можно объяснить, что псалом говорит о буквальных врагах Бога в лице народа в буквальном и буквальном царе Израиля. Народы, которые описаны здесь в оригинальном намерении автора – буквальные народы, окружающие царство Израиля. И Израиля, который не покоряется Богу. Но дело в том, братья и сестры, что значение псалма со временем вышло из буквального объяснения. Как и некоторые другие псалмы, второй псалом имеет буквальное объяснение и как бы пророческий оттенок. Наверное, вы сразу догадались, когда я спросил, кто сей царь. Дело в том, что со временем второй псалом приобрел больший смысл с приходом обещанного царя Израиля. Истинного помазанника по родословию Давида. Переводчики Библии даже посчитали нужным написать помазанник с большой буквы. Речь идет о Иисусе Христе. Именно так всегда понимали христиане Нового Завета этот псалом. Слово помазанник на еврите – это слово «мещях» или «мессия». На греческом «христос». Послушайте. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Мессии его». Или против Христа его. Итак, бунт людей направлен против Бога и Его Христа. Теперь, в чем протест их народов? В чем протест этих народов? О чем бунтуют люди? В чем обвиняют народы Бога и Его Мессию? Послушайте. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Народы чувствуют правление Бога и Его Царя над собой как бремя. Как то, что лишает их собственной личной свободы. Лишает их собственной свободы своей жизни. И об этом они бунтуют. Правление Бога над их жизнью чувствуется как узы, как тяжелые оковы. Разве не так часто описывается Бог и в наше время, братья и сестры? Разве не так описывается христианство в целом? Христианская жизнь порой описывается именно так. Как то, что как будто лишает человека истинной свободы. И так в первом куплете второго псалма мы видим сущность человеческого греха, друзья. Сущность человеческого греха. Во-первых, грех дает ложное представление свободы. Человек всего лишь думает, что не повиноваясь Богу, он истинно свободен. Проблема в том, что все как раз и абсолютно наоборот. Только в подчинении Богу человек истинно свободен. И для кого-то это может показаться парадоксом, но это действительно так. Да, Бог действительно поставил определенные рамки для человека в своем святом повиновении. Но всего лишь для того, чтобы человек мог процветать, жить полноценной свободной жизнью. Ограждение над обрывом вполне может казаться для кого-то лишением свободы. Надпись «Стой! Электричество! Опасно для жизни!» Вполне может казаться для кого-то лишением свободы. Прочный забор вокруг дикого зверя может казаться лишением свободы. Также Богом установлены рамки жизни в Эдемском саду. Показались для Адама и Евы лишением их собственной свободы. Точно так же рамки семейного брака могут показаться для кого-то лишением свободы. Повиновение детей родителям может показаться для кого-то лишением свободы. Библейские ограничения к нашему отношению к деньгам, к желанию обогатиться, может показаться для кого-то лишением свободы. Братья и сестры, это сущность греха. Дело в том, что только находясь на рельсах, поезд истинно свободен. Как только поезд съезжает с рельсов, он разрушает все на своем пути. Грех создает ложное представление о свободе. Во-вторых, грех в своей сущности – это бунт против правления Бога. Каждый мой грех, каков он ни был, – это возмущение, это восстание и это сопротивление против святого повеления Бога Творца. Своим грехом, своим неповиновением человек каждый раз подтверждает преданность тому, что хочет он, а не то, что хочет Бог. В своей греховной природе человек отвергает Бога и Его Царство. Послушай, дорогой друг, если ты не с Богом, ты не просто не против Него. Пассивного положения, среднего положения по отношению к Богу не существует. Или ты с Богом, в подчинении Ему, или ты против Него, в активном восстании против Него. К сожалению, такое определение греха сегодня становится все больше и больше редким. Грех все больше и больше представлен, как вирус, как недостаток в общем хорошей природе человека. Грех все больше и больше представлен, как потерпевший, а не обвиняемый. Братья и сестры, Писание совсем не так представляет грех человека. Мы только что прочитали ясную картину греха. Грех человека в Писании представлен, как осмысленный бунт человека против правления Бога над его жизнью. Очень важно иметь библейское обозначение греха. Очень важно видеть свое состояние перед Святым Богом. И очень важно видеть, как Бог смотрит на грех человека. К чему и ведет нас Псалом. Вторая мысль и второй куплет. Праведный Бог. Грешный человек. Праведный Бог. С 4 по 6 стих. Братья и сестры, послушайте и посмотрите реакцию Бога на метеж народов. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и с яростью своей приведет их к смятению. И вот она весть о царе, которая представлена как суд. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Второй куплет приводит нас в тронный зал самого Бога. И обстановка вокруг трона Бога сопоставлена обстановкой народа в этом Псалме. Народы в мятеже, в восстании, в ярости против Бога подразумеваются военные действия. Народы стратегически собирают военные силы. Замышляют свергнуть Бога с его места правления над их жизнью. При этом Бог абсолютно спокоен на своем месте суверенного правления. В английской Библии более точный перевод не живущий на небесах, а сидящий на небесах. Бог, смотря на все происходящее, неподвижно сидит на своем троне власти. Бог не на секунду не сошел со своего трона. Бог совершенно не смущен. Но в случае возникновения чрезвычайной ситуации существует план эвакуации даже для президента великой страны Америки. В случае серьезной опасности президента как можно быстро переправляют в устроенное убежище, в военный бункер, в засекреченный центр, где президент может спрятаться, где президент может быть спокоен в безопасности. Где президент может продолжать править страной даже при экстренной ситуации. Братья и сестры, у Бога нету плана эвакуации. Бог ни чуточку не смущен народами. Смотря на бессмысленное старание народов, Он смеется. Интересно, правда? Мы не часто встречаем смех Бога в Писании. И мы никак не можем сказать, что смех в данном псалме говорит о его бесчувственности к греховному человеку. Человеку во грехе. Ведь мы прочитаем дальше, Он усмотрел и план спасения для грешного человека. Его смех здесь говорит о его свободе, братья и сестры. Он свободен от всякой опасности. Он свободен от любого намерения оставить свой трон. Во-вторых, грех в своей сущности – это бунт против правления Бога. Посмотрите, братья и сестры, каждый грех, каков он ни был, – это возмущение, это восстание, сопротивление святому Богу. Я извиняюсь, братья и сестры. Не переверну. Посмотрите, пожалуйста, как ситуация в тронном зале Бога очень быстро накаляется. Смех быстро переходит в гнев. Бог начинает говорить с народами. Мы немного затронули, что порой существует несоответствие о том, как мы думаем о грехе, и как Писание говорит о грехе, существует еще одно несоответствие. Друзья, как Бог видит греха, как святой Бог смотрит на грех человека. Человек в своей греховной испорченности находится во вражде со святым Богом. Давайте посмотрим несколько мест Писания. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Евангелие от Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Несколько стихов ниже тоже очень важный текст Писания. Евангелие от Иоанна, 3, 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Апостол Павел, послание Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Апостол Павел говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, «Оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Братья и сестры, правильно понимая, кем мы были без Христа и кем мы стали по Его благодати, должно производить в нас особую радость, особый покой и поклонение. «Мы были в Своей греховной природе детьми гнева». По Его великой благодати и милости Он совершенно изменил нашу природу и наш статус. Мы стали детьми любви, а не детьми гнева. Эта истина должна колоссально поменять то, как мы видим себя перед Богом. Эта истина должна поменять, как мы говорим с неверующими людьми. «Братья и сестры, мы должны говорить с любовью, с благодатью, с милостью, но мы должны быть честными Писанию. Дорогой друг, если ты не с Богом, если ты не спасен, если ты не принял царя, царство царя над своей жизнью, ты в активном восстании против Него». Составляя свой сборник возрождения, свой псалтырь в Писании, Бог усмотрел оставить песню о своем гневе по отношению к греху человека. Сегодня не пишутся песни, братья и сестры, о гневе Бога. Мы не часто поем такие песни. И те песни, которые мы поем, даже те песни, которые мы поем, подвергаются редакции. Совсем недавно одной из самых главных евангельских динаминаций в Америке хотели отредактировать песню. «Лишь во Христе надежда есть». Молодежь часто поет эту песню «In Christ alone». Комитет обратился к писателям гимна, чтобы отредактировать одну фразу. Все устраивает в песне, только одна фраза не устраивает. «Там на кресте Он умирал. Гнев Бога больше не пылал. Он весь мой грех взял на Себя, и я живу через смерть Христа». Песня правильно подчеркивает, что только понимание Божьего отношения ко греху человека приводит нас к правильному пониманию то, что произошло на кресте. Христос на кресте понес гнев Божий за грехи людей. Гнев, который без Христа мы бы несли сами, братья и сестры. Желание комитета было поменять фразу о гневе Бога на любовь Бога. «Ведь слово гнев звучит чересчур остро. Гнев не будет привлекать грешников так, как привлекает Божья любовь», решил комитет. Друзья, Евангелие – это добрая весть, это самая лучшая благая весть, но только потому, что существует плохая весть. «Плохая весть заключается в том, что мы в своем грехе без Христа находимся во вражде с самим Богом, и его гнев пребывает на неверующем человеке». Это страшное истинописание, братья и сестры. Как бы было страшно, если на этом библейская истина закончилась. Как бы было страшно, если на этом псалом и закончился. Как бы было страшно, если бы мне нужно было закончить свою проповедь. Но псалом не заканчивается на гневе, братья и сестры. Послушайте, третий куплет. Есть ответ, есть решение. Царь Христос. Царь Христос. С 6 по 9 стих. Начиная уже с 6 стиха, по 9 Бог говорит о его решении проблемы греха. Решение проблемы заключается в одной личности. Решение самой главной проблемы человека в Божьем Царе. Для оригинальных слушателей псалома понятие «царь» и «царство» были очень понятны. У них были цари, и они жили в царстве. О чем думаем мы, когда мы слышим слово «царь» или «царство». Какая у нас ассоциация? Может быть, старшее поколение думает о монархии российского государства. В Древней Руси были императоры и цари. Молодое поколение, скорее всего, думает о каком-нибудь фильме или о истории. Мы далеки от понимания царства. Что же такое царство? Царство – это правление и власть одного над многими. Царство – это подчинение многих к совершенной власти одного. Именно это является решением Бога о грехе человека. Бог усмотрел ответ на грех и бунт человека. После провозглашения Бога о том, что Он уже установил Своего царя над Его царством, в 6 стихе псалом очень незаметно переходит на диалог Бога с самим царем. Первый куплет – «Озлоблено говорят люди». Второй куплет – «Во гневе отвечает Бог». Третий куплет – «Бог говорит в диалоге с помазанником». «С самим царем возвещу определение, Господь сказал мне, говорит сам царь». Господь говорит с царем. Что же говорит Бог своему царю? Слово «определение» говорит о замысле Бога и о Его указе. Слово «определение» говорит о постановлении Бога, как власть имеющего. «Определение» относится к Его замыслу в отношении всего, что должно произойти. Говорится о суверенной власти Бога над всем. Что абсолютно изумительно, братья и сестры, что мы можем прислушаться к этому разговору. Что Бог решил открыть нам самый главный замысел. Что Бог решил открыть нам самую главную историю всего человечества. Есть история, достойная нашего внимания, братья и сестры. Есть история, достойная всего нашего времени. Есть история, которая достойна нашего изучения, посвящения. Самый главный замысел Бога Творца всей вселенной. История Евангелия. Что может быть интереснее, что может быть важнее, что может быть лучше, чем установление Царства Сына. Посмотрите, как Псалом говорит о Царстве Сына. Описание начинается с описания самого Царя. Ведь Царство не существует без Царя. Царь назван Сыном Богу, рожденный от Него. Когда мы видим слово Сын Божий в Писании, мы почти автоматически думаем о Иисусе Христе. Правда? Дело в том, что Писание очень часто использует это слово, говоря о других личностях. Например, о израильском народе. Исход 4.22. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Также еще ближе к смыслу Псалма, Бог называет Царя Израиля Сыном Бога. Мы помним обещание и завет Бога Давиду во 2 книге Царств, 7 главе, 14 стихом. Бог заключает особые отношения с Царем и говорит, 2 царь, 7.14, Бог говорит о Царе после Давида. Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном. И если Он согрешит, Я накажу Его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Царь Израиля имел особую власть и позицию над Израильским Царством, над Царством Бога. Сыновство Царя и даже упоминание Его рождения во 2 Псалме говорит о Его родственных отношениях с Богом. Царь был правителем над Государством, осуществляющим верховную власть самого Бога над Его народом. Царь был посредником, братья и сестры. Теперь посмотрите, пожалуйста, результат правления сына как царя. Вот она, благая весть, братья и сестры. Проси у Меня и дам народы. В наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Вот она, благая весть, братья и сестры. В замысле Бога есть искупление народов. Не пропустите мысль, братья и сестры, те же народы, которые только что были описаны в восстании против Бога, станут наследием Сына. Народы будут наследием Сына. Сын покорит народы и примет их в свое наследие. Человек снова будет наследием Бога. Говорится о искуплении. Но царство Сына также имеет и второй аспект. Помазанник Бога есть спаситель и судья. Царь победит врагов Своих силою и властью. Послушайте, ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Два противоположных образа, которые говорят о разрушительной силе и власти самого царя. Железный жезл разрушает сосуд горшечника. Сосуд, который сам по себе хрупкий и ломается без всякого усилия, разрушен железным жезлом. Говорится о тотальном разрушении врагов. Итак, царство Сына имеет два очень ясных аспекта и два очень практических применения, братья и сестры. Царство и владение Сына для некоторых это уже великая радость, надежда и покой уже сегодня и вскоре в будущем. Мы, как дети царя, призваны его ожидать. И когда он придет, мы увидим своего царя. Церковь его названа Царственное Священство Его. Наша надежда на царя, который вскоре придет и совершит свою праведность и всю справедливость. И все наши переживания, и все наши тревоги, те, которые ты, может быть, сегодня принес на служение, дорогой брат и сестра. Все наши боли и болезни, все наши страдания и трудности, наконец-то закончатся при следующем пришествии нашего Царя. Все наши битвы с грехом прекратятся. Все наши неотвеченные молитвы станут ясными. Все несправедливости, которые касались нашей жизни на земле, будут окончательно разрешены. Когда он придет править над своим царством. Вот в чем заключаются все наши надежды, вот в чем заключается все наше упование. Но для некоторых царство и владение сына – это далеко не надежда и радость. А напоминание о его будущем праведном суде. Царь придет совершить праведность и всю справедливость. И это значит для некоторых полная плата греха. Полная плата за восстание. Суд, наказание, вечная погибель. Царство сына имеет два аспекта. Он спаситель и он судья. Он искупит и осудит народы. Что же нам делать, зная это, друзья? Какая наша реакция? Псалмопевец задался этим же вопросом. Последний куплет и последняя мысль. Что же делать, зная Евангелие? Отклик подчинения. С 10 по 12 стих. Отклик подчинения. Итак, вразумитесь, цари, научитесь суди земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Последний куплет призывает царей, которые представляют народы, преклониться перед царем. Покориться царю. Пока не поздно. Последний куплет имеет смысл предупреждения и срочности. Псалмопевец призывает к вере и срочному покаянию. Многие количества повелительных глаголов последнего куплета говорят, что нужно что-то делать. Вразумитесь, научитесь, служите, радуйтесь с трепетом, почтите. Почтите сына. Псалмопевец призывает народы в мятеже и гордом бунте своего греха преклониться перед царем и найти убежище в нем. Обрести положение поклонения, а не противления. Положение подчинения, а не протеста. Сдаться и преклонить колено перед царем. И снова Псалм говорит о знакомых нам истинном немного по-другому, чем мы, может быть, привыкли. Правда, братья и сестры? Посмотрите, как Псалм в заключении представляет сына. «Починитесь сыну, чтобы он не прогневался, ибо гнев его возгорается очень быстро». Вот оно, срочное предупреждение. Царь описан в близком подобии Богу. И один, и другой гневаются на грех человека, ведь он Сын Божий, ведь он Бог. Имеем ли мы полноценное понимание о личности Иисуса Христа? Насколько наше понимание о том, кто есть Иисус Христос, соответствует Писанию? Строим ли мы наше понимание о нем, используя все повествование Писания? Братья и сестры, Иисус Христос – милующий Спаситель. Он любящий Бог. Он полон благодати. Он полон истины. Но Он и праведный Царь всей Вселенной. Второй Псалом представляет его именно так. Земля не видела Царя могущественней. Земля не видела Царя более справедливого, более славного, более величественней, более великолепней, более мудрее, более богатого, более милующего, более святого, более праведного. Только подчинение Царю принесет блаженство, истинное процветание и счастье. Блаженны все, уповающие на Него. Блаженны все, кто найдет убежище в Нем. Итак, мы видим еще один ключ всего Писания. Укрытие, спасение от Бога возможно только в Боге. В это время года мы говорим о Рождестве, братья и сестры. Мы говорим о празднике, и это праздник для нас. Потому что Спаситель пришел. Братья и сестры, эта же радость может быть для кого-то и судом. Пришел Царь. И сегодня у нас есть возможность преклониться перед Ним. И уже не в яслях, братья и сестры, а у трона Его власти над всем. Сам Бог пришел в образе человека. Христос есть обещанный Царь Писания, который восстановит творение Бога и Его Царства своим искуплением. Рождество говорит о пришествии Царя. Царь Вселенной родился и был положен в ясли. Итак, Второй Псалом – это ясное изложение Евангелия, братья и сестры. Грех человека, праведный Бог, Царь Христос – отклик подчинения. Человек восстания и сопротивления святому установлению Бога. Человек грешен в своей природе, не желает правления Бога над его жизнью. В этом сущность греха и в этом изначальное положение каждого человека, рожденного в этот мир. Бог Творец в своей святости и праведности гневается на грех человека. В этом большая проблема всего Писания. Человек грешен, а Бог праведен. Но есть ответ, братья и сестры, Евангелие Иисуса Христа. Есть ответ большой проблемой всего Писания и нашей проблемой, братья и сестры. Есть надежда, есть упование в Царе. Ответы подчинения Божьему Царю. Тот, кто покорится Царю, будет верить и покаяться в своем восстании, будет блажен в Царстве Сына. Это история всего Писания. Бог искупит народы Царством Своего Сына. В этом Его великий замысел. В этом Его великая история. Сейчас у нас есть возможность преклониться перед Ним, прославить Его, поклониться Ему, как нашему Царю. Аминь. Давайте мы помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok